Возможно ли такое, чтобы вы на даче сидели в кресле и ничего не делали, а ваш сад сам пышно цвел? Мне кажется, да, если правильно подобрать растения. Предлагаю вам рассмотреть гортензию, а точнее, три ее самых распространенных вида. Древовидная, с большими белыми шапками. Метельчатая, с пышными конусовидными соцветиями. И, наконец, крупнолистная. Она может быть белой, розовой, сиреневой и даже фиолетовой. Первый и самый главный плюс гортензии – их буйное цветение. Второй – эти кустарники многолетние. Их не придется каждый год сажать заново. Третье – они не любят пересадок. То есть один раз посадил и забыл. Удобно, правда? Еще один неоспоримый плюс гортензии, уже четвертый, кстати. Их не едят вредители. Листья этих растений ядовиты. И всякие жучки-паучки об этом знают. Поэтому вам не придется бегать по саду и опрыскивать растения. Выбираем место светлое, но без прямых солнечных лучей. И рыхлим землю. С культиватором быстро получается. Огораживаем бордюром. И выкапываем лунки. Застилаем цветник черным укрытым материалом. Зачем? Скоро узнаете. Гортензии любят рыхлую почву. Поэтому я беру землю, песок и торф в равных частях. Добавляю долгоиграющее удобрение в гранулах. Его хватает на весь сезон. Ведь мы же с вами делаем ленивый сад. Вот теперь можно сажать растения. А если кто-то скажет, нашли время обустраивать цветник, уже две трети лета прошло, я отвечу, гортензии цветут до самых заморозков. И это их пятое преимущество. Но минус, конечно, тоже есть. Все гортензии любят воду. И тут мы с вами уже схитрили. Застелили цветник черным укрытым материалом. Он отлично пропускает влагу в грунт, но не дает ей быстро испаряться. Сверху замульчируем ткань корой-лиственница. Так и симпатичнее, и влага будет удерживаться еще дольше. Таким образом, проблема с частыми поливами решена. Хотя есть еще одна. Однажды посадив гортензии, вы можете их так полюбить, что больше не захотите сажать, никаких других цветов.